Вот что, Баранов, мы выдвигаем тебя на ответственное дело. Завтра к нам приезжает американское телевидение. Будет брать интервью у первого попавшегося советского человека. Вот ты и будешь этим самым первым попавшимся. А вторым нельзя? Нет. Только первым. Зато в отпуск пойдешь летом. Соглашайся, Юрочка. А если не соглашусь, тоже летом пойдешь. Другую работу себе искать. Понял. Все в порядке. Когда я должен попасться? Погоди. Давай сначала мы сами тебя проверим. А то ты там такое ляпнешь. Все наплачемся. Гласность с гласностью. Сядь. Спасибо. Вот, скажем, задают они тебе вопрос. Сколько у вас детей? Что ты ответишь? А что я отвечу? Откуда я знаю? Скажу, сколько есть, все мои. Нет. Сколько у тебя детей официально? Один. Ну вот. А они спрашивают. А почему только один? Почему? А потому что квартира маленькая. А зарплата еще меньше. Ты что? С ума сошел? Зачем ссоры из СБ выносить? Надо же по-умному отвечать. Ты скажи, что это от того, что у нас в стране очень хорошо с противозачаточными средствами. Конечно. Понял. Пошли дальше. Вот, допустим, тебя спрашивают. За границу вы часто ездите? Каждый день. Утром туда, вечером обратно. Нам не до шуток, Баранов. Они серьезно могут спросить, почему ты за границу не ездишь. Хм. Почему? Да потому что пока одних врачей обойдешь, уже чувствуешь себя ненормальным идиотом. Ты что? С ума сошел? Говори, что тебя за границу вообще не тянет. Скажи, что у нас в стране еще не все посмотрел. Или еще лучше. Ты можешь сказать, что любишь путешествовать на собственной машине. Ну да. С моей зарплатой мне на машину 20 лет пахать надо. Ты скажи, Баранов, ты наш человек или не наш? Наш. Тогда думайте хоть немного. И последнее. Вот они спрашивают. С улыбочкой. А как дела с ширпотребом, с одеждой? Скажу, что все нормально. Хожу весь в импорте. А они спрашивают. А почему отечественные не носите? Скажу, что отечественного ничего не досталось. Все расхватали. Ну вот. Наконец-то соображать начал. Умница. Молодец. И еще. Если на какой вопрос ответить не сможешь, говори. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Спасибо. Ну, скажите, вы за границей ехать можете? Пожалуйста. Что за вопрос? Хоть завтра. И никаких препятствий? Никаких. Наоборот даже. Все помогают. Даже неудобно. Не успеешь прийти? Не заход, пожалуйста. Не успеешь прийти? А тебе уже говорят. Катись на все четыре стороны. А, куда? Например, Катись. Да хоть в Америку, хоть в Японию. А куда конкретно вы со своей женой в этом году покатитесь? Куда в этом году? В этом не знаю, как получится. Ну, я собрался в Париж. А жена рвется в Улан-Удэ. Ну, так что, наверное, выберем что-нибудь среднее в этом году. Ну, наверное, опять поедем к тетке, к Тулу. Сколько у вас детей? Один. Почему только один? Не потому, что зарплата маленькая. А квартира еще меньше. Что болтаешь? А потому, что у нас в стране самые лучшие противозачаточные средства. А легко ли их достать? Все, ребята. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Помогационные дела О-о-о-о-! Т-Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-Т-К-Т!